Восвятая служба информации, телерадио компании Гомелес, туда и працу Александр Гамоля, глядите у гэтым выпуску. Самое первое и самое дорогое слово в регионе проходит урошистости до дня мати. Беларуские гибриды, сучасная технология и выдатная кормовая база на полях, где уборка кукурузы. Отримать высшейшую адукацию можно и за кратами. Сегодня первые выпускницы вручили диплом. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Мясцовая улада повинна быть ближе и за все до людей. Об этом заявил на сустрече с жихарами Камянецкого района первый наместник керавника администрации президента Максим Рыжанков. Керавництво районной вертыкали повинна постоянно бывать у працованных коллективах, выезжать на месцы жихарства людей, глядеть, які чим яны живуть, башить проблемы, допомагать у працаву от каванне. Сегодня гэта бадай головная задача мясцовых органов улады, допомогти человеку, який хоче и може працавать, сказал первый наместник керавника администрации. При этом он зауважил, что кожный человек повинен не только различовать на допомогу державы и садейничание у врашенне пытання, які его закранают, але и сам повинен быть часткой гэтага процесу. Дарайше заутра у жихара у региона будем акчимысь вернуться на правую линию мясцовых уладов. У гомельскими облвыконками яе проведе наместник старшини Владимир Владимирович Горбачоу. Звернуться до яго можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомелі 33 12 37. А у гомельскими гарвыконками на пытанне откажа наместник старшини Сергей Анатольевич Радюк. Нумер телефона 75 18 54. Сегодня керавництво нашего региона ладила святочный прием с нагоды Дня Мати. Яго в Беларуси означают 14-го кастричника. Однако веншаванне виновницы урочистості упрымають на протягу усяго гэтага тыдня. С клопотливыми, пригожими и поспяховыми гостями свята познайомилась Ганна Ковалева. Медуки, банковские работники, педагоги, продавцы и навод милиционеры гэтай жанчыны розных профессий и розного взросту. Объядновывая их тое, что кожная з їх мати, причым шмадзетная, 40 таких жанчын з усяго региона стали гостями урочистого приема керавництва в области. Большая семья – это чудесно. У меня две девочки, три мальчика. Ходим в школу, делаем уроки. Все рядышком. Мама. Когда звучит слово «мама», это просто нет слов. С 1995 года у нашей краине истнует узнагорода Орден Мати. Ей отримливают жанчыны, которые народили пять и больше детей. На сегодня в Гумельской области проживают 1356 уладдальниц этой узнагороды. 11 их отримали Орден минавито в этот день. А кроме такого захвачивания у Беларуси истнует система поддержки шмадзетных семей. Их только в нашем регионе 15 с половой тысяч. Например, с 2015 года призначается семейный капитал. При народжении или усыновлении третьих и наступных детей семья отримывает право на предоставление 10 тысяч долларов. На первой кострочнике этого года Украине открыто около 43 тысяч депозитных рахунков на сумму свыше 430 миллионов долларов. А кроме того, все лета на Гумельщине больше за 20 тысяч семью отримали допомогу на погашение финансовых кредитов. Мы гордимся нашими матерями Гумельщины, потому что, если взять в 95-м году, это было три матери, Орден получили правительство, Орден матери, то сегодня это почти 1400. Поэтому хочется выразить низкий поклон матерям и поблагодарить их за их труд, за их любовь к детям, к нашей стране. Конечно, к нам. А кроме слов подяки, кветок и узнагород, у этот день шмадзетных мам порадовали ясшие святочным концертом. Для их свои лепшие номеры выконали творческие коллективы Гумельщины. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гумель». На пяре до дня мать в регионе так само стартовала акция «Дорогое слово мама», якую ладить белорусский фонд «Миру». Все лета она проходит у семы раз. Першыми веншавания примали представницы працовных коллективов центрального района Гумеля. 29 прыгожих и поспеховых женщин, сяродяких педагоги, инженеры, медицинские и банковские работницы и навод супрацовница МНС. Кожная выховывая дятсей, некоторые навод шастерых. Усе яны абсолютно розные, со своими клопотами и радостями, али для кожной дети на першем плане. Деля их мати не только умоцовывают семейный очаг, али и покарают творчие и службовые вершины. Материнство не может быть пирожкодой у карьеры, уполненной у дельницы свята. На дворот, это стимул развиваться. Особно узнагороджвали мать, які поспехово реализовали себя беопрацы – жаншин керовников и громадских активисток. Традиционно в нашем районе собираемся вместе для того, чтобы поздравить молодых мам, заслуженных мам, тех, кто принял на себя обязанности мамы, подхватив чужого ребенка, который остался в беде. Это, конечно, человек, который отдает производству, наверное, свой профессионализм, а любовь отдает большому количеству детей. Вы сегодня увидите, у нас есть мамы, у которых 6 детей, 8 детей, у кого 3 детей. Но все это любящие, большие сердца, которые в то же время в производстве приносят пользу нашему государству. Веншаванье с днем мати примут представницы працовных коллективов инших районов в области. Завершится святочная акция 19-го Кострышника у Добруши. Протягиваем выпуск. Сегодня на Гомельшине отбылось посяжение белорусско-украинской рабочей группы по супрацовнесты у Галине Промусловости. Баки наведали шарах предприемств и обмерковали пытаний вытворшей кооперации. Посяжение суместной рабочей группы у Гомеля стало выником трехденного визита у Беларусь делегации на чале знамесника министра экономичного развития Иган для Украины. У ЯЕ составе – керовники промысловых предприемств, які мают партнера у нашей краине. Почас визиту делегация наведала субъекты господарения у Бресской, Минской и Гомельской областях. Баки домовились до конца года узгаднить списпродукции, якая могла б вырабляться у рамках интеграционных сувязев. На протягу двух опошних годов означается становчая динамика роста товарооборота у Галине машинобудования помеж Беларусью и Украиной. И эта тенденция повинна заховаться далей. Мы соседи, мы живем, наши народы очень близкие и я думаю, что эта кооперация должна только расширяться, потому что рынки есть. У нас очень огромный рынок, в том числе и для сельскохозяйственной продукции. И ваш рынок для нас очень интересен. Шкодные отходы молочной вытворчасти предприемства у Гомельской области больше не будут транспортовать и иншие регионы краины. Теперь на 100% они будут перепрацовываться у нашей области. На Полесском участке мелковиты у Хойниках реализовали пилотную инициативу по утилизации творожной сыроводки. Это продухилить забрудживание воды и хлеба отходами молочной вытворчасти. Инициативу реализовали в рамках проекта ЕС по «Зеленой экономице». Кострышник для белорусских аграриев. Это снова протяг жнива. Правда, сбоживая заменила не меньш важная для сельской господарки культура – кукуруза. В области убрали больше за половую площадь. И уже сейчас, видовочно, ураджай кукурузы в этом году значительно превышает летние. В регионе не только смогут салком забеспечить потребности у кормовой базы, но и пропонуют всем господаркам краины насение нового ураджая. Если для сбоживых этот год был складанным, то для кукурузы надворот – идеальным. Боль за 2 метра в высшую. Початок до початка. На этом поле Алексей Нашук намолочивает боль за 100 центнеров с гектара. И уповненный при добром надворье уборку кукурузы можно будет завершить в ближайшие 20 дней. В этом году лучше кукуруза у нас. Как бы сейчас самый початок вовремя убрать до морозов. Ну, и качественно тоже, как бы. Вот так семена лучше, чем в те годы. Одночасовая зуборка кукурузы на зерне нарихтовывают зеленую массу. Ожу заклали в два раза больше кормов, чем у минулого года. И сейчас главная задача – не только свести до минимума страти, а и заховать. У господарца крынячная от старого способа заховывания у курганах отмывались социалкам. Корм для погалуя закладывают у траншеи, так и он заховывая свои властивости до наступного сезона. Перешли на стопроцентное закладывание силоса в траншейные ямы. Уже не ложим в курганы, потому что идут большие потери. Качество корма должно быть соответствовать. Будет качество корма – будет молоко и мясо. Будет у людей зарплата. И они працуют в круглосуточном режиме. И уже в наступном месяце готовы отправить на сенью кукурузы нового ураджаю у господарки окраины. Кукурузокалибровочный цех экспериментальной базы «Крыльничная» селитопремя на перепросовку 20 тысяч тонн подшатков. У срывовой зоны завода находятся 25 хозяйств, которые размещены в 8 районах. Наш завод в год закрывает потребность страны примерно на 40%. За период работы завода реализовано более 80 тысяч тонн семян, что позволило по программе импортного замещения сэкономить 90 миллионов долларов денежных средств. На каждом этапе кукуруза проходит контроль. С початку ее сушить, затем калибрусь по вазе и по мере. У лаборатории проверяют вельгодность и житесдольность. И коли все стандарты отправляют нормам, рыхтуют до реализации. Для Гомельской области кукуруза – культура не только высокорентабельная, но и стратегичная. И она обеспечивает потребность регионов в Кормах. Темпы уборки аграрии сдают достаточно высокие, уже убраны больше, как половую площадку. По прогнозам специалистов, ураджая кукуруза на зерне в этом году складе больше 300 тысяч тонн. Ольга Коновалова, Ольга Холодович, телерадиокомпания «Гомель» при допомоге Агентства теленавинов. Мазырский район. 13-го кастричника 2015 года у Беларуси стартовал проект, мета якого – допомогчи осудженым повысить свой эдукаційный узровень и отримать высшейшую эдукацию. Сегодня первой выпускнице вручили диплом экономиста. Подробязности у Олега Сенцерова. Отримать высшейшую эдукацию теперь можно и за кратами. Правда, учиться прийти дистанционно, але диплома до ничем не отразнивается. Он обычайного державного узора. Первым его отримала осудженная, которая находится у Гомельской поправочной колонии номер 4. Минновитая установа стала пилотной по реализации мини-проекта. Почарение адвокацийных максимумов осудженных про дистанционное навучание. Его реализация распочалась два года тому. Минский инновационный институт пропонувал навучание одразу по 16 специальностях. В початку отримать высшейшую эдукацию выращивали 15 женщин, потом до их долучилися еще 8. Кристина Смычкова до того, как трапила в колонию, закончила гандлевый колеч и три курса университета по специальности «Бухгалтерский улик», «Анализ и аудит». Скажет, что основная проблема, за которую подчас в учебу сутыкаются осудженные, немогчимость отримать консультацию напрямую у выкладчика с инчих женщин. У я есть ради экономистов нема, а походы у инча категорично заборонены. Как в той или иной задачи, например, экономической, поступить в той или иной ситуации, какую форму лучше применить. Поэтому иногда хотелось бы с кем-то поговорить, кто в этом знает, а у преподавателя можно было бы попросить разъяснение. Первый диплом о повышающей эдукации, яке отримала осудженная, уручали во урочистые обстановцы у клуба поправочей колонии. В лиху позднее Кристина признается, ведьме хваливалась, и когда отримала документ, ледь не заплакала. Поколь она не сможет прорцевать по отриманной специальности, а я по дипломе ведьме Маррелла до речи державный экзамен яна сдала на 8 баллов. Ректор Минского инновационного университета издан приказ об отчислении из университета Смечкова Кристины Юрьевны как успешный его, закончивший с выдачей диплома государственного образца и присвоения квалификации к экономистам. Научение осудженных платное, за один курс необходимо заплатить около 1200 рублей. Некому допомогать родные Кристина заработала сама. У колонии она освоила профессию швачки и навык отримала самый высокий разряд. Дома ей чекают сын и родные, а тому на свободу женщина мает на мир выйти полностью конкурентно с дольной на рынку працы. У ее ближайших планах отримание еще одной высшей эдукации. Меж тем, координаторы проекта кажут, что теперь ягодейня будет распространена и на иншой поправочной установке Беларуси. Департамент исполнения наказания принял решение расширить эту практику. В настоящий момент еще восьми из правительных учреждений на территории Беларуси созданы такие центры дистанционного образования и там осужденные могут получать высшее образование. Олег Сентюров, Валерий Габанько, телерадокомпания Гомель. На гэтым тыні с яскравым юбилейным концертом на гомельской земле выступают артисты из Великого Новгорода. Российской Федерации, народный ансамбль «Сорока». Завтра у Палацы культуры чыгуношников яны будуть дарить свою творчость гомельчанам. У наш регион российские артисты привезли яркое и видовищное выступление у лепших традициях русского народно-песенного мастатства. Даривши для здымочной группы телеканала «Беларусь Шатыры» яны подрыхтовали эксклюзив. Закаты, русские закаты, эх, румяный тихий свет зари. За 20-х годов творчай дейности народный ансамбль «Сорока» стал саправдным музычным брендом Великого Новгорода. Профессийный вокальный коллектив, яркий песенный репертуар робит кожное выступление особливым. На концертных прицелках самых розных краин народный ансамбль «Сорока» заусюды приимают с поиспехом. Мы с великой радостью и огромной миссией находимся здесь, в Республике Беларусь. Мы здесь уже, наверное, раз третий в вашей стране. И завтра мы хотим всех пригласить в городе Гомель, в ДК железнодорожников в 5 часов вечера на нашу красивую сольную программу, где будут звучать известные и популярные песни не только русские народные, но и наши авторские, которые звучат на многих радиостанциях России. И надеемся, что в будущем будут звучать и по радио Беларуси. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сашите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин